Всем привет, друзья! С вами я, Макс, это канал Шестеренка, и сегодня на нашем канале вот такой вот замечательный электросамокат, это Halton F1. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За что им огромное спасибо, давайте сегодня рассмотрим его поближе и вообще узнаем, что в этой новинке классного. Внешне выглядит он реально офигенски. То есть вот ничего сказать не могу. Мой любимый экран, который был уже на многих самокатах Halton. Мало того, что он не отсвечивает при солнце, вот сейчас достаточно ярко, солнце его видно отлично, ночью его видно отлично, глаза он не слепит, никаких проблем нет. А что касается руля, все эргономично, ни одна грипса не прокручивается, все курки, все, в общем, все на своих местах, все как нужно. Звонок. Единственное, что звонок почему-то в предыдущих Halton мне больше нравилось, когда он так стоял немножко сбоку. Но тут тоже на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Плюс крепление для того, чтобы повесить рюкзак, оно на месте. По большому счету каких-то минусов внешне вообще заметить очень сложно, их практически нет. Давайте, наверное, начнем по порядку. Что касается мощности данного самоката. Это мотор-колесо 500 ватт, которое находится сзади. 500 ватт это номинальной мощности, то есть на самом деле для города его выше крыши, причем выше крыши, даже больше, чем это надо. Что касается тормозного механизма. Естественно, мотор-колесо это у нас рекуперационный тормоз, плюс на заднем колесе у нас находится дисковый тормоз. И спереди у нас находятся барабанные тормоза. То есть по сути тормозит у нас практически все. Как вы видите, тормозит отлично и, я не знаю, каких-то нареканий нет. Причем даже если ты передним тормозишь, он чуть ли вот так не подскакивает. А если тормозишь обоями, заднее колесо идет прямо шьюзом. То есть тормозов достаточно и чего-то там мудрить, подтягивать, я думаю, не стоит. Единственное, что когда я приобрел самокат, то есть он был у меня новый в коробке, пришлось немножко здесь поднастроить, потому что он цеплялся за диск. Сейчас он вообще беззвучный. Также, что могу сказать про данный мотор. Он очень тихий, его практически не слышно. Естественно, вам, наверное, интересно, что касается скорости. Как написал производитель, это до 35 километров. Давайте сейчас посмотрим и проверим, насколько быстро он ездит от 500-ваттного мотора. Смотрим. Тех скорости Halton F1. Сейчас полностью заряжен, соответственно, Halton стоит третья скорость и GPS. Ну что, поехали. 35 тут и, соответственно, 33 по GPS. 34, 32, 33, короче, по GPS и 35 будет по компьютеру. Что касаемо установленной внутри батарейки. Это 48 вольт, 10,4 ампера аккумуляторная батарея, которая должна протянуть данный самокат 40 километров. 40 километров, как они тоже пишут, это, естественно, 70 килограмм веса, не больше 20 километров скорости, идеально ровная поверхность и т.д. Верить этому я бы не стал, хотя некоторые производители все-таки иногда указывают действительно, ну, он действительно так проезжает. Что касаемо данного самоката, естественно, я все это дело протестировал, протестировал два раза. Давайте посмотрим, какой пробег у меня получился, так сказать, в реальных условиях с моим весом. Это 85 килограмм. Естественно, максимальная скорость стояла все время на третьей. Я испытывал его и по горкам, и по траве, и прыгал, и бегал, и в горку, и вниз. То есть, по максималке. Смотрим. Батарея уже подсела. Смотрите, мигает. Ну, еще едет. Давайте посмотрим. Нельзя сейчас ОДО посмотреть на ходу. Вот, устанавливаюсь. Так, 23 километра я прошел. Также в аккумуляторе находится датчик перегрева АКБ. Что могу сказать про корпус? Батарея на самом деле спрятана в алюминиевом корпусе самого самоката. Так как корпус у него по бокам и снизу пластиковый, то, естественно, возникает вопрос, а не разобью ли я, и вообще не проблю ли я корпус, и не сломаю батарею. Скажу вам нет. То есть, если вы конкретно упадете самокатом на какую-то палку, да, вы проткнете батарею, но так как батарея находится по бокам в металлическом, то есть, по сути, сломать ее, разбить еще как-то невозможно, потому что корпус сверхпрочный. Ну, я думаю, здесь видно по всему, насколько он сделан прочно. Вот могу вам даже показать. По поводу болтанки на руле ее вообще реально нету, то есть, даже минимального болтания здесь нету. Что касается колес, естественно, это 10-дюймовые колеса. Подвеска – это вообще отдельная тема. На мой взгляд, подвеска мне понравилась вообще идеально. Смотрите, спереди находятся два амортизатора. На самом деле они не масляные, они пружинные. То есть, внутри стоят две пружины, но они настолько сделаны классно, настолько смазаны, что их вообще не слышно. То есть, они работают, их не слышно. Плюс 10-дюймовое колесо – это огромный плюс. Обратите внимание, вот на это место здесь все в масле, очень плотно. Здесь вот манжета идет, видите, с пружинкой. То есть, здесь ничего, мне кажется, не проскочит внутрь. Очень все классно сделано, очень аккуратно. Именно вот это я хотел показать. Здесь идут, видите, заглушки. То есть, все сделано как можно аккуратнее. Сзади находится моя любимая подвеска. Находятся две пружины. Внутри пружин находятся еще резиновые такие втулки, которые, видимо, все это дело амортизируют от отскоков, от ударов. То есть, в чем прикол данной подвески? Ну, то, что она мягкая, это, я думаю, и так понятно. Во-первых, в принципе, самокат на 10-дюймовых колесах достаточно мягкий. Плюс еще у нас добавляется спереди амортизатор и сзади амортизатор. Это уже, мне кажется, очень классно. Но плюс не в этом. Это, естественно, тоже плюс. Плюс в том, что когда ты едешь прям совсем по неровной дороге или еще что-то, звука нет вообще никакого. То есть, она сумасшедшая, тихая. После второго разряда батареи я, честно говоря, подумал, что подвеска начала скрипеть, и я расстроился. Но на самом деле дело было в складном механизме. Мы сейчас о нем отдельно поговорим. Здесь есть специальный болт, который я подтянул, скрип пропал. В общем, давайте перейдем, наверное, к самому складному механизму. Это вообще классная штука в плане того, что это, наверное, единственный складной механизм, который, вот смотрите, у меня одна рука. Я его беру, чпок, отпускаю. То есть, он не падает, ничего. И спокойно одной рукой могу вот так вот одним пальчиком зажать, и он защелкнется, и все. Его уже никак не сложить, ничего. Его раз защита. То есть, вам, чтобы открыть, нужно сделать хоп и хоп. Плюс он не упадет, что мне понравилось. Вы эту штуку открываете, он не упадет. Еще раз нажали, и только тогда, видите, он складывается. И обратно. Хоп, отцепили, он не упал. И опять все зацепит. Идеальный вариант в плане, как он работает. На инакиме скрипит вот здесь, когда оно притирается. Здесь пока оно не скрипело. Начало скрипеть только вот, когда вот это расслабилось. Сейчас я его подтяну, проблем у меня нет. Вот, видите, две штуки идут. Вот этот вот я регулировал, чтобы вот эта штучка чуть-чуть поднялась. Не знаю, насколько это будет надежно. По виду, по крайней мере, не так надежно кажется. Но вот за все это время ничего у меня не случилось. Она даже не покоцалась. Так что, вот видите. То есть, это, наверное, единственный механизм, который идеально складывается одной рукой. А что касается его надежности. Честно говоря, вот это вот крепление, вот само, которое находится, вот тут вот, за которое защелкивается, вызывает небольшие сомнения. Здесь идут два болта, то есть два шестигранника. Один маленький, один побольше. То есть, я так понимаю, что который побольше затянут насмерть, а маленьким вы регулируете его наклон. Что как раз-таки я и подтянул, чтобы у меня перестало скрипеть. Потом идет все остальное достаточно внушительных размеров. Я не могу говорить что-то плохое о нем или хорошее. Поэтому он не скрипит сейчас. Он не болтается вообще. Он не отвалился с учетом моих 85 килограмм. И то, что я прыгал практически с каждого бордюра. Ну, в общем, я использовал его по максимуму, как а-ля прокатный самокат. Я считаю, что это самый, наверное, лучший тест-драйв для самоката. Если самокат выдержит, так сказать, прокатную жизнь, то самокат на 100% надежный. Что касается защелки с задней части. Тут вообще все элементарно. Вы опускаете руль и берете. Самокат уравновешен хорошо. То есть он достаточно легкий. Вес его всего 18 килограмм. То есть, чтобы вам начать ехать, вам нужно его поставить. Нажать на эту кнопочку. По сути, просто его открыть. И вот так вот сделать. Все. Ничего не болтается. Вот смотрите, по максималке его тяну. Люфтов нет вообще никаких. Давайте перейдем вот к этой части. То есть к механизму, который закрывает. То есть держит сам руль. Он классный. Я ничего не могу сказать. Он удобный. Захлопывается легко. Открывается легко. Но с учетом того, что я вот проехал по лужам, по песку, по каким-то вещам. Так как сзади нет никакой защиты. По сути, если вы нажимаете, вы видите через вот эти дырки колесо. То, ну, тупо попадает туда песок. И он начинает уже так скрипеть. Я не знаю, насколько это хорошо-плохо. Если вы будете ехать прям по совсем жутко грязным дорогам, ужасным. И набьется полное крыло, так сказать, набьется грязью. То, возможно, его будет как-то клинить. По крайней мере, сейчас все отлично. Никаких проблем нет. И мы плавно переходим как раз-таки к крыльям. Передним и задним. Это просто фантастика. Я протестировал его на луже. Я не мог этого не сделать. У меня белые штаны, и они остались белыми. Это, наверное, самое главное, что можно сказать об этом. Во-первых, даже на быстрой скорости ничего не летит. Ни с переднего колеса, ни с заднего. Сама дека остается сухой. Все остается практически сухим. Видео вы видели. Смотрите, насколько все сухо. Вот у меня даже пыль с дороги. Вот сколько я катался, она даже не стерлась. То есть здесь все сухо. Здесь все сухо. Ну, по сути, самое главное. Вот здесь вот спереди совсем немного забрызгивает. Но это, мне кажется, полная ерунда. А внутрь тоже ничего не попало. Ну, я так надеюсь. По крайней мере, ничего оттуда не вытекало. И он до сих пор работает. Вот прошло уже больше недели тестов. Поэтому все работает отлично. Да, с учетом того, что я уже ездил на нем по воде. Видите, сюда брызги вообще не попадают. Здесь чисто брызги попадают только сюда. Защита просто обалденная в этом плане. Сзади находится место под номерной знак. Я не знаю, зачем это нужно. И вообще кому-либо это нужно. Ну, на самом деле, прикольная вещь. Давайте посмотрим, что касается заднего сигнала. Смотрите, если у вас горит свет, то, что бы вы ни делали, он у вас просто тупо горит красным. А если вы выключаете свет, если вы нажимаете, он просто загорается красным. И как бы все. Единственное, что странно, это при включенном освещении он не становится более красным. То есть не загорается какой-то дополнительный диод. Зарядка находится вот здесь. Она находится под силиконовым таким креплением. Я ничего не могу сказать по поводу плохое, но и хорошее. Единственное, что когда ты вставляешь само зарядное устройство, то есть нет такого ощущения, что ты его вставил до конца, не до конца. Как-то оно хлипко держится. Но это тоже не плюс, не минус. Переходим к переднему освещению. То есть, да, как вы понимаете, здесь стоит катафот. Кстати, еще два катафота стоят вот здесь вот. Один, второй. Ну, не знаю, по крайней мере, на других самокатах такого нет. Здесь есть освещение. То есть это LED-овский светильник. Светит он достаточно хорошо. То есть он светит вперед, но каким-то странным квадратом. Давайте посмотрим, как это выглядит вживую. Вот таким вот образом светит. Лампа на самом деле ярко, далеко, но каким-то вот квадратом не очень удобно. Потому что вот между самокатом и вот этим квадратом достаточно много такого темного места. Так что вот не знаю. Нормально это, ненормально. Сейчас проедем, посмотрим, как это будет в движении выглядеть. Как вам по ощущениям по поводу света? Сейчас я еду с одной рукой. Вот видите, его можно чуть повыше поднять и чуть пониже. Вот. Ниже, выше, ниже, выше. Не знаю, на самом деле, в принципе, видно все. Сейчас я заеду прям в очень темное место. Вот, считайте, практически прям в полной темноте. Ямы я вижу. То есть, по большому счету, достаточно... Да выше крыш, на самом деле, света хватает. Самая моя любимая часть – это торчащие везде провода. Тут это просто идеально. Во-первых, смотрите, всего два провода, которые идут от тормозов. Это даже не провода, это тросики. И, по сути, больше нет ни единого провода. Единственный провод, который вы видите, вот он проходит вот здесь вот во время складывания. Причем он идет в гофре и плюс еще с прокладками, плюс еще со всем. То есть, защищен он по полной программе, по которой только можно. Поэтому это просто идеально. Дальше. У нас идет ножка. Ножка идет достаточно маленькая. Плюс ее в том, что, во-первых, она закрывается, не цепляется, не торчит. Но она торчит вот здесь вот, если посмотреть сверху. То есть, она торчит чуть-чуть вбок. Но, опять же-таки, это не проблема. Я думаю, это никому не помешает. Так вы ее нажали, открыли. Самокат стоит достаточно уверенно. То есть, он никуда не упадет. Даже если я повешу рюкзак, он тоже никуда не упадет. Это тоже, на мой взгляд, отличное. Вот, хотел показать. Здоровый, тяжелый рюкзак. Никто не держит. Самокат стоит прочно. Рюкзак весит килограмм, наверное, 7-8. Вот так вот. Давайте перейдем все-таки к экрану и к возможности его управления. Быстро пройдем по меню и посмотрим на экран. Поехали. Все очень просто. Длительное нажатие. Естественно, это вкл-выкл. Сразу хочу сказать, что автоматически он включается всегда на первой скорости. Естественно, это у нас батарейка. Если мы жмем на М подольше ОДО, жмем подольше ТРИП, то есть пробег за раз и полноценный пробег. Видите, сейчас у меня пока 24 километра. Краткое нажатие на кнопку включения. Загорается у нас подсветка, то есть свет спереди. Нажимаем, выключается. И короткие нажатия на М. Это переключение скоростней. Первая, вторая, третья и человечек. Все, больше здесь ничего нет. Хочу сказать еще один момент по поводу менюшки. Переключить скорости во время езды можно без всяких проблем. Нельзя выключить самокат. Допустим, например, если вы его держите в руке, идете, у вас не получится его выключить. Вот, то есть вы остановились, километраж не показывает, подержали и только тогда он выключается. Ну, это прикольно, наверное, я не знаю. Ну, вот такая вот особенность. Как вы понимаете, подключение к приложению, к сожалению, нет. Это было бы, наверное, вообще идеальный вариант, если бы оно было. У нас есть, как в стандартном самокате, три скорости, которые стартуют. То есть вот ты толкнулся, она поехала. Если ты будешь нажимать вот таким образом, естественно, он никуда не поедет. И все будет нормально, он у тебя не рванет и не дернется. Но есть и третья, четвертая скорость, можно сказать. Это человечек, который нарисован. Вот, смотрите. Да? Вы видите, каким образом он едет. То есть, по сути, это где-то в районе трех километров в час. А для чего это нужно? Во-первых, если вы встретили кого-то и просто хотите рядом с ним ехать, вы абсолютно спокойно переключаете на эту скорость, нажимаете курок в пол и просто спокойно рядом с идущим человеком идете. Вот, смотрите, мы идем вместе. У меня с пол, ну, чуть-чуть, да, я быстрее, наверное, иду. Одной рукой просто не очень удобно. Но, как вы видите, абсолютно ровно мы идем. Так что это такой, можно сказать, еще прогулочный вариант. Единственное, что на такой скорости одной рукой вообще очень неудобно управлять. Второй вариант – это когда вы находите на пандусе, вы выехали из метро, либо делаете переход. Смотрите, что делаем. Ставим кнопочку на человечка, скорость на человечка. Он у нас начинает автоматически ехать. Берем. Вот таким вот образом зажимаем. И одной ручкой абсолютно спокойно все это дело поднимается. Вот и все. Это огромный плюс, особенно для самокатов, у которых нет возможности включить, то есть, ну, трогание с места. Почему это плюс? Во-первых, это маленькая скорость, то есть, это нужна вам как раз-таки для подъема, либо для прогулки. И плюс все три скорости уже немножко экономят батарею, потому что вы всегда будете толкаться и всегда будете беречь лишний раз. И батарейку, и мотор – это тоже хорошо. Багажник тоже влезает без проблем. Все проходит, вверх проходит, ручки не мешают, но, в общем, все здорово. Так, обычный лифт. Залезаем. Отлично. В стандартном лифте. Даже еще есть запас. Вообще, без проблем. По плюсам, конечно, много всего хорошего. Давайте перейдем к минусам. И один из главных минусов, который лично я заметил, ну, я бы не сказал, что это минус, но это не очень приятно, это его клиренс. То есть, это в районе 8,5 сантиметров. Я не говорю, что этого мало, когда я ездил по городу и, допустим, даже спрыгивал с тех же бордюров, поребриков, я не знаю, лестниц, я им не задевал. Но когда вы аккуратно, медленно, допустим, его везете в руках и просто сходите с поребрика или с бордюра, вот этой частью он, естественно, цепляется. И мне кажется, это маловато, потому что на некоторых самокатах вы видели, что было даже 11 сантиметров. Но как есть, так есть. Если идти по... Вот, то есть, так цепляет, так цепляет, видите, стоит. Если чуть-чуть придерживать, то нормально. Проходит. И вот, что я говорил, видите, нажимая выключить, ничего не выключается. Когда скорость есть, он идет. А он достаточно громоздко смотрится сбоку, вот эта часть. Ну, она очень классно сделана. То есть, сама дека очень удобная. Я не могу никаких минусов сказать. Я даже придраться толком ни к чему не могу. То есть, да, вы скажете, вот ты прилип к этому клиренсу. Ну, 8,5 сантиметров я просто прилип к нему из-за чего. Даже тот же пандус, если он слегка ненормальный, а у нас практически все ненормальное, поребрики у нас выше, ниже, кривее, косее, в общем, через зад, то вы будете частенько цепляться низом, а низ у вас пластиковый, и он постоянно будет царапаться. С другой стороны, вы, конечно, этого никогда не заметите, не увидите, но все равно не очень приятно. Даже, видите, с учетом того, что я уже вот здесь вот поцеплялся, не так видно на пластике. Мне казалось, что будет все это дело заметнее. Вот, слышно, да, наверное? Здесь реально пусто, то есть под этой штукой уже батарея. Но вот это вот все, по сути, вот за этим пластиком находится металлическая коробка, в которой как раз-таки лежит батарея. То есть, каких-то проблем не будет. Смотрите, у меня сейчас стоит третья скорость, по сути, самая быстрая, самая живенькая. Просто обратите внимание, да? Я толкаюсь, я торможу и нажимаю опять газ. То есть, как это объяснить? Если вы, допустим, едете, и перед вами какое-то препятствие, вы достаточно быстро едете, там, 20 км в час. Вы, естественно, притормаживаете, хотите это обогнать, поворачиваете, нажимаете газ в пол, а он вас не особо слушается. То есть, он очень плавно разгоняется. У него дури хватает. То есть, он абсолютно спокойно поднимается в какие-то горки. Но именно резкого такого вот движения, причем, когда ты уже в движении, я понимаю, если бы это было бы с места, вот, да? Ты тронулся, и он медленно подхватывает, мягко. Но даже когда ты едешь, там, допустим, на 5-10 км в час, ты хочешь поддать скорости, резко это не получится. Лично мне это не очень понравилось. То есть, я это чувствую, и мне это... Вот мне хочется как-то чуть-чуть, чтобы он был поживее. Как раз-таки, если бы было приложение, была возможность регулировок, то, наверное, это можно было бы исправить. Я не знаю, может быть, это будет в дальнейшем в каких-то прошивках или еще чего-то. Я даже не в курсе в этом плане, поэтому сказать ничего не могу и врать не буду. Но, как для городского самоката, проблем, конечно же, нет. В общем, друзья, что могу сказать в заключение? Самокат мне реально зашел. То есть, он мне понравился и по внешнему виду, и по его мощности. То есть, мне кажется, те же 500 ватт хватит выше крыши для практически любых задач. Скорость, которую он развивает, мне кажется, для города тоже вполне достаточно. Что касается его внешнего вида, он очень аккуратный, складывается он очень быстро, что понравится многим. Единственная еще штука такая, я вам не советую, категорически не советую ехать одной рукой. На этом самокате, из-за того, что руль, видимо, достаточно короткий, управлять одной рукой, даже вот на очень ровной, на хорошей дороге, очень стрёмно. Вот 18 километров, прям настолько надо держать крепко руль, иначе он вылетит, потому что, видите, малейшее, прям это самое, его закручивает. Видимо, из-за того, что руль короткий, я, честно говоря, не могу понять вот этот момент. Ну, вот как видите, лучше одной рукой не управлять, либо держать его очень и очень крепко, потому что у меня вариантов нет. Я все время снимаю, одной рукой снимаю, второй держу руль. Очень неудобно, у меня очень устала рука. Если бы руль был шире и смещения бы не было, мне кажется, было бы легче. Но для двух рук, опять же-таки, все нормально. Я думаю, что если вы будете двумя руками управлять, он даже более такой маневренный, так сказать. В общем, друзья, еще раз хочу сказать спасибо огромное компании Halton.ru за предоставленный экземпляр. Напоминаю, это Halton F1. Одна из новинок. Самокат очень симпатичный, очень прикольный. И мне кажется, что цена-качество данного самоката отличная. Обязательно заходите по ссылке внизу, смотрите цены на сегодня. Не забываем подписываться на Инстаграм. Те, кто уже подписан, были в курсе, что выйдет данный обзор. С вами был я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok